Жители Ельца почтили Елецкий образ Пресвятой Богородицы. Было совершено торжественное богослужение и крестный ход к месту явления Матери Божьей. Подробнее об истории иконы и о праздновании в ее честь в сюжете наших коллег. Изображение Елецкой иконы в городе можно увидеть повсюду. Ей посвящен памятник и огромные баннеры. На иконе изображено явление Царицы Небесной грозному завоевателю Тамерлану перед его походом на Москву в 1395 году. Отдыхающему в шатре на горе Аргамач близ Ельца Тамерлану явилось святоносное дело со святыми. Хан слышит приказ Богородицы уйти с войском из Ельца. Испуганный захватчик вместе со своей армией в спешке покидает город. Москва спасена. История явления Божьей Матери Хромому Тимуру вошла в историю государства российского как одно из самых мистических явлений. Об этом свидетельствуют и личные летописцы монгольского правителя. Еще в 1890 году ельчане подали в городскую думу прошение о возведении в преддверии 500-летнего юбилея явления в Ельце Богородицы храма-памятника с главным престолом во имя Елецкой иконы Божьей Матери. Для обеспечения стройки материалом был построен кирпичный завод. Сооружение второго по величине храма в Ельце завершилось только в 1915 году. А в 1929-м церковь была закрыта, и только через 60 лет ее возвратили верующим. С тех пор престольный праздник собирает сотни людей на божественную литургию. Приезжают в этот день и паломники из разных городов. Мы приехали из Старого Оскола, Белгородской области, на праздники Елецкой Божьей Матери, попасть на крестный ход. К службу, к сожалению, мы не успели, потому что добирались. По окончании литургии состоялся крестный ход до горы Аргамач, на место, где и произошло чудесное явление Пресна Девы Марии. Идем на гору Аргамач, где она имелась Тамерлану. Как говорится, напугала его, и он своим войском отошел от града нашего Ельца. Возле Вознесенского кафедрального собора крестный ход был встречен учениками православной гимназии, прихожанами и клириками собора. Сейчас на месте чудесного явления Божьей Матери стоит храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь завершилось богослужение. Хан в своем шатре, вот на этом месте, является ему видение Божьей Матери. Историки нам говорят, по непонятным причинам, с тысячной армией Тамерлан озворачивает свои войска, уходит. Но мы с вами знаем, что только Царица Небесная защитила и спасла Русь от разорения, от уничтожения. Я приехала из Челябинской области. Очень рада, что сегодня вот у меня выдалась возможность побывать на литургии, именно в этот день на литургии в храме Елецкой Божьей Матери. И затем пройти крестным ходом. Отрадно видеть сегодня много молодых лиц. На самом деле, считаю, что сегодняшний день должен каждый ельчанин, ельчанин знать, помнить и чтить. Величаем Тя, Пресвятая Дева, и чтим образ Твой святой. Им же дивную победу на сопротивные граду Твоему даровала Еси. Виктория Подхишвили, Денис Кузнецов, Елец.